здравствуйте я дмитрий трофимов а вы находитесь на канале саморазвитие и сама прокачка и сегодня мы с вами поговорим о замечательном вопросе а именно я отвечу на этот вопрос и это не просто вопрос это вопрос проблема и я сейчас озвучу не знаю куда девать глаза на улице когда навстречу идут прохожие смотреть прямо слезятся глаза хочется моргать в бок или под ноги появляется ощущение что люди на меня смотрят и я лох после общения и выражения эмоций со знакомыми все симптомы пропадает могу после этого поднять подбородок максимально высоко и смотреть прямо и глазеть на людей могу сколько угодно мне на это пофигу и давайте я интерпретирую эту сложность по-другому человек идет по улице и не может смотреть глаза прохожему и не просто не может смотреть у него колбасе да у него текут слезы он хочет смотреть вниз все время смотрит на землю и ему кажется что если он все-таки посмотрит в глаза прохожему незнакомому человеку то тот подумает что он лох не то что подумает он действительно думает что он лох дима что в этом случае делать давайте разберемся первое что нужно сделать это задать себе вопрос у меня как часто это проявляется а лучше лучше пройти тест по социофобии опять же тест есть на моем канале ссылка уже появилась вы можете посмотреть нажать на эту кнопочку и посмотреть это видео и пройти этот тест после того как будет пройден этот тест нужно понять а действительно у меня есть вот эта социальная тревожность и если есть социальная тревожность нужно работать социальной тревожностью да нужно убирать эту социофобию также можно посмотреть мою трансляцию по социальной тревожности как я убирал это у себя ну и плюс еще есть она трансляция опять же по социофобии все вы можете уже посмотреть на моем канале целый плейлист есть как который называется как работать с тревогой или тревога прощай посмотрите этот плейлист там очень много полезной информации и как еще можно помочь да в этом случае если есть страх смотреть глаза и что люди обо мне подумают также на моем канале есть видео и не просто видео а техника которая позволит вам остановить негативные мысли по поводу того что вы точно знаете что думает другой человек посмотрите это видео внедрите эту технику возьмите и внедрите эту технику делайте на протяжении недели а может быть месяц и смотрите как постепенно вам становится легче и вы уже не паритесь да что вы смотрите в глаза человеку какому-то прохожему незнакомому человеку и у вас уже нет вот этих атакующих мыслей что он думает что вы какой-то не такой что вы лох и не поменяли сегодня трусы посмотрите это видео давайте на всякий случай я напомню как называется это видео видео называется супер техника против социофобии и это видео есть на моем канале напоминаю что если вы думаете за другого человека это ошибка ума это это не правда это иллюзия вы не умеете читать мысли других людей также напоминаю если у вас постоянная тревожность внутри еда постоянная тревожность вас атакует постоянно мысли негативны когда вы находитесь в социуме это не просто типа нормально это социальная тревожность и социальной тревожностью нужно работать также я напоминаю что не нужно привыкать к этому до постоянно смотреть в пол постоянно идти и смотреть в пол это это плохая привычка, если вы не решаете эту проблему, да, если вы не решаете проблему с вашей социальной тревожностью, с вашими атакующими мыслями. Соответственно, решение уже есть, решение есть на моем канале, поэтому не соглашайтесь со своим состоянием, а начните решать это состояние и все у вас будет хорошо. Я точно в этом уверен, потому что я помог уже достаточно большому количеству людей. Главное, не сдавайтесь. Ну и на сегодня все, дорогие мои телезрители. Я напоминаю, вам нужно подписаться на мой канал, порекомендовать этот канал своим близким, друзьям, родным, знакомым и просто прохожему, которого вы увидели на улице. Поставьте лайк под этим видео и заходите ко мне в паблик, и также у меня есть телеграм-канал и моя личная страница. И пока, пока. Какие есть плюсы, если смотреть постоянно в пол? Можно найти мелочь, можно посмотреть насколько у меня чистые ботинки, можно посмотреть ширинка у меня открыта или нет. Можно посмотреть на свои красивые ноги и восхититься. Можно посмотреть на ноги прохожих и тоже посмотреть чисто ли у них обувь и какая вообще обувь сейчас в тренде. Если смотри постоянно в ноги, то можно не наступить в какашку, как и сделал я, когда был в Индии и наступил как раз на коровью какашку, и она пахла потом в автобусе, когда мы ехали на экскурсию. И все думали и оглядывались по сторонам кто воняет, а я не определялся. А если бы я смотрел постоянно в ноги, я бы не сделал это дело. Поэтому свои плюсы тоже можно найти где угодно.